Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, почему может болеть шея. Самое распространенное, наверное, явление, когда мы встаем с постели утром и у нас немеет шея. Мы понимаем, что, наверное, мы спим не на правильной подушке. Боли могут быть мышечного характера. Они возникают тогда, когда мы как-то неправильно сидим или сидим долго в одной позе. Если у нас только лишь затекают мышцы, а, кстати, затекать они могут или болеть они могут не только при неправильной установке шеи, но и при воспалительном процессе, то есть нас продуло, где-то сидели возле кондиционера, мы можем смело пойти на массаж, может быть, какое-то специальное обследование для этого делать совсем даже не нужно. В тех случаях, когда у вас болит шея, то можно, в принципе, самим сделать кое-какие упражнения. Ну, например, мы можем лечь на какой-то такой скомканный платок и начинать его расправлять с шеей, вертеть, то есть головой в разные стороны. Это может помочь нам заработать с мышцами как следует. Или можно перекатывать при помощи шеи шарик, ну, например, теннисный шарик. Тоже очень хорошо начинают работать мышцы, но это в тех случаях, когда у нас ничего серьезного нет. Давайте теперь поговорим о том, почему еще могут быть боли в шее. Боли в шее могут быть связаны с остеохондрозом. Может быть, когда бывают резкие боли, которые внезапно появляются, можно зафиксировать шею. Ну, обычно ортобеды, говорят, или травматологи говорят, что нужно носить воротник шанса. Дело в том, что это носить этот воротник долго нельзя. В домашних условиях, когда вы чувствуете, что вы не можете повернуть голову ни в одну сторону, вы можете зафиксировать шею при помощи картона, обернутого тканью, подбородок поднимаем кверху, и вот таким вот образом, в таком виде можно подойти к доктору. Дорогие друзья, в итоге я хочу вам все-таки посоветовать к себе внимательно очень относиться, следить за своими ощущениями. Если у вас появились какие-то новые ощущения в плане шеи, нужно, конечно, обязательно на себя обратить внимание и обратиться к доктору-мубрологу или ортопеду-торматологу. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, увидимся в следующий раз.